И снова зима Первый снег, как ему и положено в Сибири, выпал в середине октября на покрова, когда температура воздуха установилась ниже нуля. В ноябре было уже под 30, и снег полностью покрыл землю. В русских он ассоциируется с белизной чистотой. Снег без грязи, как жизнь без вранья. Зимняя природа особенно красива в морозный солнечный день. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Еще про снег принято говорить, что он идет, падает, варит, метет. Укрывшись белым одеялом, природа погружается в сладкий зимний сон. Вокруг царит безмолвие, и только изредка тишину нарушает стук дятла и голоса оставшихся зимовать птиц. Охотнику легко определить, где они предпочитают зимой жить, по скоплению помета в местах их ночевок. Чаще всего это опушки леса с глубоким и рыхлым снегом, в котором морозы ночуют тетерева, рябчики и глухари. Это косачи. Тетерева, да. Помет намного крупнее у них, чем у рябчиков. Ну принцип ночевки у них один и тот же. Да, 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 тоже в снегу. Так же в снегу они ночуют, так же как рябчики. А тебе доводилось вообще видеть, как они под снегом там живут? Да, даже руками ловил в молодости. Ну как, шел на лыжах, как обычно тетерев закапывается в снег, идешь, смотришь, дырка. Вылета нету, потихоньку подходишь, лыжами придавливаешь и ловишь. Да ты что. Бывало даже такое, да. И он тебя не слышит что ли, что ты подошел? Ну я не знаю, он слышит, нет, это надо у него спрашивать. Когда морозы за 30, глубокий снег для зимующих птиц главное убежище, куда они ныряют прямо с веток деревьев. Почки берез с лужатым круглогодичным кормом. Тайга зимой продолжает жить своей напряженной жизнью. И следы, заставляемые животными на снегу, расскажут о ней охотнику. Вот это следы зайца. Зимой он особенно хорошо маскируется, сменив летний окрас на зимний. И почти сливается с землей и снегом. Зайца выдают только следы. Впрочем, как и ласку. К зиме она тоже становится совсем белой и незаметной. К тому же являясь самым маленьким хищником на земле. Ну а вот это следы таежного великана лося. Лося хватает. Хватает? Хватает, есть лось. Сильно никто не добывает его. Цензия стоит 12 тысяч на лося. Не каждому суждено взять эта лицензия. То есть купился, тебя добыл, не добылся, 12 тысяч уже нету? Уже не вернется обратно, все. А ты лицензию берешь? Нет, не беру. У меня собаки не идут, а зачем я буду тратить деньги? Вот так. То есть они по лосью у тебя не ходят? По лосью нет, только по пушнине. Охотник – самая древняя профессия на земле. Сначала люди, благодаря охоте, добывали себе пропитание. И лишь спустя века переключились на пушнину. Нейрмак покорил Сибирь особой. Его добывают уже 400 лет. И результат промысла всегда зависел от хорошей собаки. Сотни лет естественного отбора и жесткой селекции человека создали лайку, сделав из нее идеальную собаку – тайги. А медведя боятся? Медведи, ну, не сильно так боятся. Лают, облаивают, но отходят. Близко не подходят они. Шишки собирали, был. Следы, помет, медвежа. А сейчас, в данный момент, уже в берлогах не встречаются. Берлогу не знаешь? Нет, не видел еще никакой берлоги не попадалось. Собаки не находят. Наверное, лишних проблем не хотят себе создавать. В тайге охотник сам превращается в хищника, стараясь увидеть, услышать и понять все, что происходит в лесу. Охота заставляет его все время думать. Животным легче. Их мир наполнен запахами. Тайга буквально напичкана пахучей информацией. Ибо они уверенно ориентируются звери. У каждого вида существует только свой, присущий только ему, запах. Каждый метит границы своего жизненного пространства. И эти метки – визитная карточка его хозяина, который хорошо знаком, конечно, и собакам. Они видят, что я ружье уже набросил, вот и все. Они обычно так начинают. Сейчас пойдешь, и он успокоится. Это они зовут? Да, да, да. Давай, давай, работай. Если след попадет, так уже идут по следу все. Все одинаково работают. Главное, чтобы собаки шли. А собаке идти не будет, этого соболя зерно сам не догонишь, только если в капканами брать. А без собак, что собаке, если они идут, это не охота. Это просто ходить уже, гонять его, как пастушить, наверное, сзади получится. Не всякая собака годится для охоты на соболя. От нее требуется и хорошее чутье, и зрение, и слуг. Она должна быть легка на ногу и без труда догонять зверя. Задача собаки – взять след и загнать соболя на дерево. А он, подойдя, выцеливает добычу. Раздается роковой выстрел, и соболь, сраженный пулей медленно, считая сучки, падает с дерева. Собаки, даже если загонят его на дерево, бывает, и залезет, спрыгивает, опять уходит. Они повторно опять догоняют, опять на дерево загоняют, опять он спрыгивает. Уже бывалые, которые убегали, у меня на шилке в деревне уже 4 раза убежал от меня. Не могут его взять, там сильно хлам, бурелом, кустарник эти. Но не могут собаки там взять его. Спрыгивает, убегает. Идеальное место для обитания соболя – темные хвойные леса. Он отлично приспособен к жизни в тайге. Умея жить на деревьях, природа помогла ему не проваливаться в снег, наградив его широкими лапами, обутыми в густой мех, наподобие снегоступа. Это хорошо видно по его следам, ширина которых не уступает лисе. Зимой соболь охотится на мышей. Основная его еда – мелкие грузуны. Но он с удовольствием ест и кедровые орехи, и чернику, и рябину. Чтобы полакомиться орешками, заглядывать в дупло белых, где они оборудовали свои кладовые. При случае может отобедать и хозяин. Даром говорят, был бы соболь размером с собаку, в тайге не осталось бы ничего живого. На соболе ты давно охотишься? Уже с 90-го года хожу охотиться. Был такой охотник Мулин, штатный охотник числился. Вот у него были собаки, вот с его сыном ходили, начинали вот так. И все вот это затянулось, как завлеклось, и начали все заниматься этими соболями. А завлек азарт этой охоты? Ну да, скорее всего, азарт, лес, тайга. Все, какая-то мечта была, избушку поставить, в лесу пожить. Это как мечта детства, получается, наверное. А потом появился и материальный интерес. Да, да, да. Лес кормят все-таки. Без леса никуда. Людей, стремящихся удалиться от городской суеты, с каждым годом становится больше. Жизнь в городе утомляет и действует на нервы. Таежное уединение успокаивает. Оно и понятно. Человек – дитя природы. Здесь он чувствует себя лучше. Хотя иногда и трудно найти объяснение зоу тайги. Какая сила вырывает людей из благ цивилизации и уводит в таежную глухомань? Думаю, что городские жители в тайгу прежде всего приезжают за тишиной. Уверенно можно сказать, что многим из нас, пусть ненадолго, на несколько дней, захочется пожить в таежном зимовье. Насладиться тишиной, поростотой и романтикой таежного быта. Вид заснеженного домика в таежной глуши притягивает своим естеством словно магнитом, пробуждая в нас генетическую память, образ жизни наших предков, живших в ладу и гармонии с природой. Охотничьи избушки стараются строить недалеко от ручьев и речи, рядом с незамерзающими родниками. Наречие воды очень важное и необходимое условие таежной жизни. Вода есть, теперь надо наколоть дров и растопить печь. Для колки дров лучше использовать колумб. Попадая в середину древесины, толстое и тупое лезвие работает по принципу клина, разламывая полено на части. Спрятаться от холода, снега и ветра – основная причина строительства зимовья. Его главный атрибут, конечно, печь. Чаще та, что мы называем буржуйкой. Она быстро нагревается и отдает тепло, с дороги скорее согреешься, попив чайку. Тайга замков не предусматривает. Дверь в охотничьи избы всегда открыта. Но есть неписанные законы, которые следует чтить и соблюдать. Переночевал – приберись. Чужое не то. Есть возможность – поделись своим. Незваные гости бывают? Как ведут себя? Бывают, да, шкодничают. Кто продукты уносит даже с собой. И соль даже отсыпали и унесли. Не то, что я говорю, а сахар и всякие макароны изделия. Обычно охотники приходят со своими и что-то оставляют в избушке. А эти шкодничают, как все поедают, еще с собой накладывают, уносят. Есть такие, да. К еде охотник относится трепетно, как к священному ритуалу. Нет хорошей еды – нет и хорошей работы. Холодная погода требует большого потребления жиров. Очень полезный продукт на охоте – сало. Затраты энергии восполняются и сладким горячим чаем. С устатком или с гостями. А можно и эстаграммиться, разнообразив повседневное застолье тем, что подарила тайга. Еще решил подкинуть. Да, вот сыр их кладу, чтобы уже на ночь. Ночь-то надо будет еще подтопить. Ну, около часов до трех ночи нам хватит. Сидеть в тайге у лунки на льду реки, в мороз и ветер ночью – удовольствие сомнительное. Но именно в это время, в эту погоду ловится налим. Чем темнее ночь, тем жирнее налимы. На них как-то мистическим образом действует луна. В полнолуние налим не ловится. Но все же для такой рыбалки нужен источник света. В тайге для этих целей используют костер. Он не только освещает место рыбалки, но и позволяет согреться, подсушиться и выпить рюмку чая. Таежную жизнь охотника не следует воспринимать как идиллию. Она, конечно, не лишена романтики. Но для тех, кто знаком с ней не понаслышке, знает, что труд охотника тяжел, требует большого напряжения, сил, терпения, ума и знания повадок зверей. За последние годы их численность резко сократилась, за исключением соболя, бобра, медведя и волка. Несведущие считают, что волк живет в дремучих лесах. На самом деле он таких мест избегает. Ареал волка связан с распространением диких животных и прежде всего косули. Их сезонные миграции диктуют и пути перемещения волка. Он идет туда, где есть для него еда. Добыть волка при отсутствии снега почти невозможно. Зимой легче найти его место днева, где волк отдыхает после ночных разбоев. За столетия истребления волков люди придумали самые хитроумные способы. Но и волки учились обходить ловушки, не трогать отравленные приманки, вырываться из окружения облав. Они прошли естественный отбор. И сегодня противостоять людям могут только самые сильные и умные. Судьба волка зависит от человека. Но когда звериные инстинкты начинают преобладать в мире людей, им уже становится не до волков. Мало охотников. Больше, наверное, пьют. Спиртное губится. Со стороны Енисея заходит еще, может быть, кто-то. Но в данный момент здесь в округе никого нет. А на сколько километров представить эту площадь? Ну, примерно в окружности километров на 10-12. Никого нет? Никого нет. И ты только один тут добываешь соболей. И, наверное, много-много. Нет, не много. Ну, хватает. Обычно соболиной промысел начинается по первому снегу. Как только соболь наденет свою зимнюю шубу. Когда снег станет глубоким, и собакам будет трудно преследовать зверя, охотник поставит капканы и к Новому году вернется на время домой. Быть может, среди прочего, прихватив с собой ее. Почему именно это дерево стало для нас символом Нового года? Все очень просто. Это языческое наследие наших предков, веривших, что за каждым явлением природы скрывается дух. Зимой они переселяются в вечно зеленые еди. И чтобы духи не летовали, насылая снега и морозы, люди их задабливали. В дни зимнего солнцестояния они приносили к вечно зеленым деревьям свои щедрые дары. Солнце будет подниматься все выше и выше, вселяя в нас надежду, что в Новом году нас ждут благополучные, счастливые дни. И завтра будет обязательно лучше, чем было вчера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова